В эфире телеканал ЭТОН ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, Александр Гурарье, и военно-политический эксперт Алекс Гальцекер. Алекс, мы говорили про Сирию и про визит израильского премьер-министра, который сегодня должен прилететь уже в Россию. Перенесемся теперь на южную границу нашей страны. Мятежный сектор газа. Продолжается уже несколько месяцев, вот эти огненные атаки. Сначала это воспринималось все, по крайней мере, международным сообществом, как шуточки, потому что, ну, подумаешь, запустили змея воздушного, подумаешь, воздушный шарик, как Винни-Пух запускает. Другое дело, что к этому шарику привязывается взрывное устройство, и эти шарики долетают уже на десятки километров, вызывают колоссальные пожары. В Израиле, может быть, не все зрители знают, но в Израиле практически все леса посажены искусственно. Поэтому, когда сгорают огромные лесные массивы, это колоссальнейший ущерб, который трудно даже выразить. Его можно, конечно, выразить материально, то есть явно подсчитываются материальные расходы, но, скажем так, моральный ущерб выразить, наверное, невозможно, потому что это леса, которые для того, чтобы их восстановить, потребуется десятилетие. Итак, наконец, премьер-министр заявил, что теперь мы начнем на газу оказывать давление, и закрыл контрольно-пропускной пункт. То есть пропускаются только гуманитарные грузы и лекарства. К чему это приведет? Ну, тут, на самом деле, очень многоплановый ответ. То есть есть ряд аспектов в этой истории. Во-первых, нельзя рассматривать сектор газа на сегодняшний день как некую единицу, то есть конфликт с сектором газа. Ну, не нужно рассматривать как некий конфликт локальный, а скорее нужно рассматривать, так сказать, все наши действия против палестинской автономии и сектора газа в едином целом. Я сейчас отбрасываю все политические аспекты, которые, вне всякого сомнения, играют здесь не последнюю роль, потому что приближаемся мы, у нас тут в Израиле, к выборам. И любые заявления и действия премьер-министра, они продиктованы уже, так сказать, взглядом в сторону своего электората. Да не только премьер-министра, всех министров тоже. Конечно, поэтому многие заявления и действия, они сегодня продиктованы не столько ситуацией в связи с безопасностью нашей страны, сколько в связи с политической ситуацией в стране. Каждый мандат дорог, в общем-то, скорее борьба идет именно за избирателя, но я здесь не для этого. Поэтому этот аспект мы оставляем, хотя, повторюсь, он достаточно важный. Теперь, что касается ситуации, на самом деле. Как ни странно, при всех масштабах бедствия, которые несут за собой те действия со стороны боевиков Хамаса и других террористических организаций с территории сектора газа на территорию южных регионов нашей страны, как ни странно, это сегодня, я сейчас скажу какую-то вещь, то есть сразу меня не бейте за нее. Оно играет положительную роль на то, как хотел бы видеть Израиль в более дальней перспективе ситуацию в регионе. Я сейчас объясню почему. Я обещал не бить, я по-другому не бью. Нам это выгодно, не в короткой перспективе. Конечно, страдают сельскохозяйственные угодья, страдают люди. Имиджево, может быть, мы выглядим плохо, вроде как ничего не можем с этим поделать. Да, там нам шарики запускают, воздушные, а мы ничего сделать не можем. Объявлена экономическая война палестинцев. Объявил эту войну министр обороны, поддержал его в этом премьер-министр, так или иначе поддержало его правительство, поддержал КНЕС, утвердили ряд законов в этой связи, главный из них это закон о перерасчетах, так называемый, с палестинской автономией. Тут очень важно понимать, это не перерасчеты с сектором газа. Я думаю, что в Израиле-то это уже понятно, но все-таки за рубежом, наверное, не так. Вот сектор газа... То есть формально это составная часть палестинской автономии под руководством Абумазана? Формально, да. Фактически? Фактически, конечно, это отдельная единица, и самый страшный сон Абумазана, это что будет какое-то отдельное соглашение через посредников, скорее всего, через Египет, между Израилем и сектором газа. То есть как только... То есть его тогда оставят в стороне, и он пойдет на пенсию? Он тогда лишь... Может быть, он не останется в стороне, но он останется, так сказать, вне игры, во всем, что касается сектора газа. А это сектор предельно важный, то есть территория, которая предельно важна. Его предшественник, Ясер Арафат, говорил о том, что палестинское государство, это Иудея, Самария, сектор газа, и все это вместе со столицей Верусалима и так далее. То есть отказаться от сектора газа, который фактически сегодня не подконтролен Абумазан, отказаться от этого, это самый страшный сон Абумазана. Вряд ли он захотел бы оставлять кому-то в наследство потенциальное палестинское государство без сектора газа. Все наши расчеты, как начал говорить об этом, они идут через Абумазана. То есть мы передаем Абумазану налоговые поступления. Согласно соглашениям, которые подписаны в 1994 году и некоторым подписанным в 1995 году с палестинской автономией, мы возвращаем с определенными, так сказать, своими выгодами, своей комиссией в 25%, мы возвращаем палестинцам налоговые сборы, которые мы собираем с населения Иудеи, Самарии, а потом и сектора газа, тоже через год добавился туда, возвращаем палестинскую автономию. И не мы распоряжаемся этими денегами. То есть это налоговые сборы с палестинцев, которые работают на территории Израиля. Совершенно верно, и не являются гражданами Израиля. Да, и плюс таможенные... Таможенные и всякие другие налоговые сборы, налог на топливо и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Это фактически израильские деньги. То есть, скажем, как это происходит в израильском государстве, в Израиле, в еврейском государстве. Все платят налоги, государство распоряжается этими налогами. Далеко не все налоги, которые плачу я, они идут на мое благосостояние. На эти налоги я содержу инвалидов, ортодоксов, матерей-одиночек и многие-многие другие, скажем, социально слабые прослойки населения. Палестинцам мы надаем эти деньги, пусть они сами определяют, кто у них является социально слабой прослойкой населения. Самой социально слабой прослойкой населения в Палестине до недавнего времени считались палестинские заключенные, которые находятся в израильских тюрьмах по обвинению в терроре. И их семьи, соответственно. Поэтому определенная доля бюджета уходила на содержание именно вот этих людей. Ну, для сравнения, чтобы было понятно, как к ним относились, нужно назвать несколько цифр. Министерство обороны эти цифры опубликовало, но опубликовало только цифры касательно затрат на вот этих ребят, которые сидят в тюрьме. Первые три года заключения террористу палестинскому оценивают в 1400 шекелей в месяц. Это его пособие, которое он получает за время своей отсидки здесь. То есть это 300 евро с небольшим? Тут евро на самом деле не так важно. Я объясню сейчас почему. Чтобы было понятно людям, которые смотрят нас из-за мужчин. Потом эта сумма вырастает от 3 до 5 лет до 2000 шекелей и так далее до максимальной цифры. Те, кто сидят от 30 лет и дальше, они пожизненно получают по 12 тысяч шекелей в месяц. Ну а те, кто сидят от 30 и выше, то есть это люди, у которых руки по локоть в крови. Конечно, это пожизненные сроки, которые им полагаются за каждого убитого израильтянина, скорее всего, полагается одно пожизненное заключение. Если это был групповой теракт, то есть втроем совершали этот теракт, каждому полагается. Если убили семью из четверых человек, такое часто бывало у нас тоже, значит, каждому по четыре пожизненных заключения и так далее. Ну сколько проживут. Чтобы сравнить, вот скажем, начинающий террорист в израильской тюрьме получает 1400 шекелей. Сержант палестинской полиции получает в месяц 1500 шекелей зарплаты. То есть сидеть выгодно? Школьный учитель со стажем в шхеме где-нибудь получает 1800 шекелей в месяц зарплаты. Врач, врач-специалист со стажем 20-летним получает 4000 шекелей зарплаты. То есть сидеть, вот сами решайте, выгодно, где выгоднее служить. Служить террору или служить государству, надевая форму, рискуя жизнью и так далее и тому подобное, не становляясь при этом героем. Потому что героями становятся... То есть до недавнего времени, то есть до недавнего времени, даже сейчас продолжаются выплаты... Но Министерство обороны взяло на себя реализацию этого закона, который говорит о том, что мы будем высчитывать из тех денег, которые мы переводим в палестинскую автономию. Будем высчитывать именно ту сумму, которая по нашим данным уходит на содержание террористов и их семей. Министерство обороны будет предоставлять ежегодный отчет к специальной комиссии, министерской комиссии, которая будет давать указания Министерству финансов, вычесть эту сумму ежемесячно из денег, которые переводятся в палестинскую автономию. Ну, естественно, разделив ее на 12, поскольку отчет годовой, а выплаты ежемесячные. Тут есть два аспекта, которые важно учесть. Во-первых, речь идет не о конфискации денег, а о замораживании денег. Не прошла поправка к закону Роберта Илатова, депутата от НДИ, который говорил о конфискации денег. Потому что замораживание, то есть мы вышли и заморозили. И ждем, пока на нас надавят. Потом начнется крик в Европе. И ждем, пока на нас надавят, чтобы мы эти деньги разморозили. Это плохо, конечно. Что касается второго аспекта, то, скажем так, очень залихватски. Законодатели наши под определением террориста и их семьи, они вписали туда все, что есть в израильском законодательстве, которое так или иначе связано с террором. То есть там и содействие террору, и пропаганда террора, и финансирование террора, и подстрекательство. То есть, по большому счету, в определенный момент, если вдруг захочет определенный аналитик Министерства обороны действительно посчитать все, что происходит в палестинской автономии, и оно связано с террором, то дойдем до всего бюджета, включая зарплату Абумазана, который себя, по крайней мере, сам никак не отстранял от борьбы с сионистским образованием. То есть его зарплата, это тоже часть, кстати, 40 тысяч шекелей в месяц, если мы уже продолжаем таблицу. То есть это часть пособия? Зарплата Абумазана, 40 тысяч шекелей. Ну это почти 10 тысяч евро. Да, но это самый высокооплачиваемый чиновник в палестинской автономии. Так вот, это же очень широкое понятие, и скорее всего, конечно же, Верховный суд после определенных, скажем так, исков, которые могут быть предъявлены по этому поводу, отдаст на доработку этот закон, вернет его на доработку в Кнесет, в парламент, для того, чтобы все-таки сузили понятие, какие деньги Израиль может взымать из вот этой вот налоговой суммы. Ну потому что, если совсем широко на это смотреть, то, конечно же, мы просто перечеркиваем соглашение 1994-1995 года. Плохие они, хорошие или нет, но это соглашение, подписанное в присутствии, так сказать, американских представителей на КПП Эрис. Это было сделано очень празднично. Прошло с тех пор очень много лет. С тех пор много воды, главное, что много крови утекло. Они были сделаны на основании определенного кредита доверия, которое было у тогдашнего правительства нашего, к администрации Ясера Арафата, и на основании определенного кредита доверия, который был у израильского общества, к тому правительству, которое тогда существовало, это было правительство сначала Рабина, потом Переса, ну и в преддверии, так сказать, первого правительства Нитаниэма, который пришел к власти в 1996 году. Надо сказать, кредиты себя исчерпали. — И один и другой. — Оставим сейчас в покое вот эти деньги, которые будут вычитаться или не будут вычитаться, замораживаться, не замораживаться. Меня больше интересует вот сейчас вот это решительное такое громкое стук кулаком по столу премьер-министра и министра обороны. Они закрыли контрольно-пропускной пункт. У меня сложилось впечатление вот по реакциям в прессе, в средствах массовой информации, что Хамас обратился. То есть, наконец-то, о, вот теперь они могут апеллировать к международному сообществу и кричать, что вот сатрапы с нами делают. Собственно, они уже это начали. — Хамас обрадовался по другой причине совершенно, на мой взгляд. Значит, то, о чем мы сейчас с вами говорили вот до сих пор, естественно, Абумаза не перестанет платить террористам. Просто, скажем, детям в секторе газа будет недоставать сейчас миллиарда шекелей в год, которые будут тратиться на содержание террористов, а Израиль эти деньги переводить не будет. То есть, это удар, по большому счету, по авторитету Абумаза в глазах сектора газа, администрации Абумаза. — Ну, в принципе, честно говоря, его там особо и не было, этого авторитета. — Ну, он был кормильцем, то есть, он переводил хоть какие-то деньги, пусть с опозданием, пусть он, так сказать, угрожал в любой момент этого прекратить и так далее. Но эта ситуация, она, так сказать, вводит Абумаза в некую ситуацию, потенциальную ситуацию, точнее, где его авторитет, он просто будет стремиться к нулю. И в предвыборной ситуации, она всегда, в палестинской основании предвыборной, авторитет Хамаса может оказаться выше ФАТХ, в том числе на территории Иудеи и Самарии. И это крах власти Абумаза, это крах его наследия. — Да, но как долго это продержится? — Сейчас, одну секундочку, по поводу давления со стороны Израиля. То есть, что, по большому счету, делает Израиль? Он давит на сектор газа со всех сторон и через Абумазано, и напрямую вводя те или иные санкции касательно закрытия КПП, определенные, так сказать, военные действия проводятся на территории сектора газа, которые подталкивают, если угодно, Хамас все-таки к какой-то инициативе о определенном соглашении через египетское посредничество с Израилем. И, естественно, это красная тряпка для Абумазано о том, что вот ты не контролируешь ситуацию в газе, будет палестинское государство в секторе газа, а в Иудеи и Самарии не будет. Будет правительство в секторе газа, а в Иудеи и Самарии не будет правительства палестинского. Конечно, напрямую это никто не говорит, но на самом деле вот это давление, что-то формальное, а что-то действительно реальное, оно, его цель конечная, это, конечно же, вывести, если хотите, из равновесия Абумазана, поддержать, я думаю, поддержать переговоры, потому что пока между собой враждует Хамас и Фатх, это не совсем на руку Израиля. Именно враждует, в смысле, соревнуется, кто из них больше может навредить сионистскому государству, потому что это заканчивается терактами и так далее, и тому подобное. Но когда они ведут между собой длительные переговоры о возможном совместном правительстве национального единства, это затягивается на год, на полтора, им не до Израиля становится, они просто, значит, делят шкуру неубитого медведя, кто из них будет контролировать какие КПП, кто будет брать взятки на этих КПП, кто будет... Не значит, перед бюджетом. Да, фактически, кто будет министром финансов в новом правительстве, кто будет министром обороны, кто будет начальником генерального штаба, ну и так далее, и тому подобное. Вот такие переговоры, они на самом деле Израилю выгодны. Они, во-первых, подметают под ковер весь мусор, который накопился в израильско-палестинских отношениях за последнее время, а во-вторых, дают определенную перспективу, так сказать, нам проводить строительство на территориях, к чему мы, собственно, и стремимся, достигать определенных соглашений с Россией на территории Сирии, но мы об этом уже говорили. То есть конфликт, который является вторичным для нас, он как бы временно гасится. И, скорее всего, и Абумазан это понимает, и, скорее всего, они вступят в ближайшее время в очередную фазу переговоров о создании правительства национального единства для того, чтобы совместно бороться с сирийским образованием и, так сказать, стремиться к созданию палестинского государства со столицей. Пусть пока они это называют в Иерусалиме, мы потом назовем какие-то будут деревни, прилегающие к Иерусалиму, которые они смогут назвать Иерусалимом, а нам будет понятно, о чем идет речь. Хорошо, посмотрим. Значит, переговоры – это процесс, который, знаете, вот мне напоминает, как у Жванецка была фраза, что ремонт – это не значит, что что-то должно происходить. Ремонт – это ситуация, ремонт – это процесс, в который вы входите и не знаете, когда выйти. Значит, здравствуйте, переговоры. Спасибо, спасибо, военно-политический эксперт Алекс Гальцекер. Дорогие друзья, программа «Тема дня». Всего доброго.